Пару слов давайте про губернаторов скажу, потому что это очень важно. Это имеет такие долгосрочные последствия, и это как раз одна из причин, почему вот они так сошли с ума и, видимо, уже никогда в этот ум не вернутся. Вот пока я сидел, 10 губернаторов сняли. И эти 10 губернаторов, ну, объяснялось, почему их вдруг отправили в отставку, тем более, что некоторых совсем недавно выбрали. Говорили, что они обуза для Путина, потому что у них очень низкий рейтинг, и из-за них низкие рейтинги Единой России, и на следующих выборах, там, в следующем году, их, скорее всего, не переизберут. Я смотрю, Полтавченко в Санкт-Петербурге 79% получил на выборах, Хамитов в Башкирии 82% получил на вере, Кокорин в Кургане 85%, Жилкин 75%, в Липецке Королев 81%. Это же самые популярные люди в стране. А чего же вы их тогда снимаете? Почему же тогда они являются обузой для вас? Это все, ребята, к тому, что не нужно обращать внимание на все эти результаты. Они не означают ничего, как и много раз говорил, еще раз повторю, ничего не означает путинский процент на выборах. Это просто процент пустоты, это какая-то нарисованная штука. Вот изменился пенсионный возраст, и отношение к Путину изменилось совершенно кардинально. Единая Россия потеряла в среднем по 15%. И все, что может сейчас делать власть, ну, просто не давать занимать губернаторские кабинеты тем, кто выиграл реально выбор. Конечно, самая чудовищная ситуация во Владивостоке. Вы, конечно, все это миллион раз обсудили, я понимаю. Дайте мне тоже об этом поговорить, мне хочется. Мне было не с кем об этом поговорить все два месяца. Но это же чудовищно совершенно. И еще меня, я когда читал об этом статье, как же меня взбесила Элла Панфилова, давняя моя подружка. Еще это все подается с таким видом. Мы приехали, значит, в Приморье и разобрались. Вот какие-то выборы были плохие, грязные, и поэтому мы объявили заново выборы. Да нет. Это называется человек выиграл, Ищенко выиграл эти выборы, а вы у него эту победу украли. Он стал губернатором, его избрали жители Приморья губернатором. Народ определился, а вы пришли и сказали, нет, 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 нет. Он не станет губернатором. И, ну, это, конечно, просто ситуация вводит в ярость. Я не зря прямо там в спецприемнике написал записочку, ее на канале Любовь Соболь озвучила, я пост написал о том, что я призываю всех жителей Приморья там выходить на бессрочные акции. Вот это был тот самый горячий момент, когда Кремль вот-вот хотел отдать победу Единороссу Тарасенко. Этого не случилось. Но мы будем заниматься приморскими выборами в том числе. Ну, как будем заниматься? Заниматься очень просто. Мы будем, конечно, призывать голосовать за Ищенко, потому что он уже был избран губернатором. И нам не важно, это Кожемяк или что там еще случится. Это вопрос принципа, и я всех жителей Приморья призываю проголосовать именно таким образом. Даже уже не думать ни о чем. Вы избрали губернатора. Даже если вы не голосовали за него в первом туре, то сейчас то, что они берут и вот так вот обнуляют результаты выборов, ну, это просто оскорбление, плевок в лицо любому нормальному человеку. Поэтому просто дело чести, дело сатисфакции, как говорит Золотов, это просто прийти, найти выбор, добиться того, чтобы Ищенко зарегистрировали. Я думаю, сейчас они попытаются его сейчас не пустить заново. И просто вынести этого Кожемяка и всех остальных кандидатов и сказать, что нет, мы не позволим так над нами издеваться. Это очень важно, и наш штаб этим занимается, и я буду заниматься, насколько я могу агитировать, и всех остальных я призываю тоже в этом во всем участвовать.